С вами опять очередной выпуск новостей активизма команды Активатика. Невероятные баталии развернулись на Совете депутатов Филевского района 21 ноября. Дело в том, что в Филевском районе победило 6 независимых кандидатов и только 4 депутата от партии власти. 21 ноября должны были состояться выборы председателя Совета депутатов. И, конечно же, единороссы понимали, что своего председателя им не избрать. Тогда единоросс Дмитрий Прохоров выхватил нож и перерезал провод микрофона. А после этого он попытался организовать драку с независимым депутатом Вадимом Коровиным. Полицейским пришлось применять силу и сдерживать возбужденного депутата от Единой России Прохорова. Но на этом конфликт не остановился. Вообще цель депутатов Единой России в Филевском районе стояла в том, чтобы просто всячески срывать собрание и не дать выбрать независимого депутата председателя. Они всячески оскорбляли независимых депутатов. Этим занимался единоросс Дмитрий Прохоров, Олег Сорока, Сергей Богданов. Независимые депутаты вели себя очень достойно. На провокации не велись. Тогда единороссы пошли на крайние меры. Они просто покинули заседание и отключили свет во всей управе. И независимым депутатам пришлось продолжать собрание практически при свечах. Но это, конечно, напоминало события 1812 года, когда при нашествии Наполеона происходил совет в Филях. Отчего же депутаты-единороссы в Филевском районе ведут себя так возбужденно и провокационно? Ответ очень простой. Дело в том, что депутат-единоросс Олег Сорока является главой группы строительных компаний «Пионер». И в отличие от жителей Филевского района, которые годами борются против незаконной застройки района, он в этой застройке как раз очень даже заинтересован. Так же, как и другой единоросс Дмитрий Прохоров, который на протяжении 20 лет занимает кресло депутатское в Филевском районе. И на протяжении всех этих 20 лет он отстаивает исключительно интересы застройщика. Сейчас одной из самых острых проблем Филевского района является строительство дублеров Кутузовского проспекта, которые ставят крест на Старорублевской роще и других зеленых насаждениях в районе. Совершенно очевидно, что депутаты от «Единой России» решать этот вопрос не будут. Но жители Филевского района большие молодцы. Они выбрали шесть прекрасных, замечательных, независимых депутатов. И теперь у них есть отличный шанс на то, чтобы их вопрос был решен цивилизованным образом. Продолжается борьба против строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Так, 13 ноября в Воскресенском районе, в деревне Степанщина прошли публичные слушания, на которых пришло очень много человек. В тесный деревенский зал набилось более ста человек, и часть народа даже не поместилась, и для них пришлось организовать трансляцию. Те, кто сумел пройти в зал, были настроены категорически против строительства МСЗ. Почему? Потому что МСЗ в Воскресенском районе собираются строить всего в 800 метрах от деревни. И на самом деле жители совершенно не поверили рассказам представителя заказчика строительства АГК-1 о том, что это будет экологичная технология, о том, что это будет так же, как в Швейцарии. И те гламурные фотографии, которые жителям показали, они вызвали только злой смех в зале. Люди опасаются, что строительство МСЗ приведет к тому, что они не смогут продать свою недвижимость, а жить рядом с воняющим МСЗ будет просто категорически невозможно. Жители Воскресенского района потребовали от властей провести голосование на публичных слушаниях. И итоги этого голосования следующие. 126 человек проголосовало против МСЗ и 0 человек за. Невзирая на активное нежелание людей видеть у себя под окнами МСЗ, тем не менее, через три дня после общественных слушаний в Воскресенском районе появляется техника рядом с деревней Свистягина. Жители деревни Свистягина увидели, как краны и строительная техника едут по дороге, которую они, кстати говоря, сделали на свои деньги, прямо к планируемой площадке строительства МСЗ. Тогда жители остановили технику, и строителям ничего не осталось, только как вызвать полицию. Жители не растерялись, и они поставили шлагбаум на своей дороге. Но, к сожалению, на следующий день шлагбаум полиция убрала, и сейчас техника опять ездит на стройплощадку планируемого МСЗ. Одновременно с конфликтом Свистягина по поводу строительства МСЗ в Мособлдуме рассматривался вопрос о МСЗ. Дело в том, что инициативная группа Подмосковья под руководством адвоката Дмитрия Трунина предложила провести референдум и рассмотреть вопрос о строительстве мусоросжигательных заводов. Дмитрий Трунин выступил с замечательной речью. Он предложил строить мусоросжигательные заводы не в Воскресенском районе, а где-нибудь на Рублевке. Колюшу не такие экологически чистые и по швейцарским технологиям. К сожалению, в этот день Мособлдума отказала в проведении референдума. Но Дмитрий Трунин и его соратники не намерены сдаваться, и борьба против МСЗ продолжится. С требованием проведения референдума выступают не только жители Подмосковья, но и жители Коми. Дело в том, что основная проблема Коми – это нефтяные разливы. Они происходят из-за крайней изношенности и аварийного состояния нефтепроводов, которые не меняются десятилетиями. Вместо того, чтобы решать вопрос с нефтеразливами, осенью 2016 года глава Коми, товарищ Гапликов, ликвидировал Министерство экологии, объединив его с Министерством промышленности. И в декабре 2016 года Комитет спасения Печоры и экологи Коми инициировали референдум, которым помимо восстановления Минприроды планировали решить еще две проблемы – положить конец нефтяным разливам и окончательно запретить добычу золота в нацпарке «Юга-2». Поначалу власти пытались сопротивляться. Они отказывали в проведении референдумов, они пытались всячески запугивать активистов, которые выходили и проводили публичные акции, митинги, пикеты, но активность не утихла. И в результате власти вынуждены были подписать указ о возвращении Минприроды. Таким образом люди победили. Все еще остро стоит вопрос о замене старых нефтепроводов, которые власти категорически не хотят решать. И 23 ноября в очередной раз было отказано в референдуме на эту тему. Но жители Коми не намерены сдаваться. И Комитет спасения Печоры продолжит свою борьбу вместе с активистами. И у них есть отличные шансы. Ведь жителям Коми удалось не только восстановить свое Министерство природных ресурсов, но и отстоять родной язык. С языком Коми произошла такая история. Чиновники бросились исполнять желания Путина, который летом заявил, что изучение языков, ну кроме русского, естественно, должно быть делом добровольным. И Минобразование Коми посередине учебного года перевело изучение языка Коми в разряд необязательных предметов. А я замечу на минуточку, что в республике Коми язык Коми является вообще-то официальным. Жители это крайне возмутило. И 9 ноября они вышли от мала до велика на митинг протеста и требовали восстановить родной язык. Потому что они всерьез опасаются, что язык Коми станет исчезающим. А на следующий день, 10 ноября, дала о себе знать и столица республики. В Сыктывкаре прошла конференция, на которой предложили попросту уволить министра образования и отменить его приказ. Власть струсила. И через 4 дня глава Коми товарищ Гапликов приостановил действия приказа Министерства образования. Получается, что тот, кто борется, тот и побеждает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok